Апнея Клаб Горький Самое удачное выбранное время для небольшого путешествия. Мы с группой бесстрашных нижегородских фридайверов проехали 750 километров. До этого, на первый взгляд, невзрачного озерца. Мы в Самарской области, на Голубом озере, и мы приехали сюда, чтобы понырять. Апнея Клаб Горький Это около 130 километров от Самары. Ближайшие районы богаты карстом. Почва здесь состоит из мягких гипсовых слоев, которые легко вымаются водой. Вымаются они могут горизонтально, тогда появляются овраги и пещеры, либо вниз, благодаря чему образовываются карстовые воронки, в дальнейшем заполняемые водой. Так и появилось Голубое озеро. Только когда именно оно появилось, нам неизвестно. Исследовать будущую популярную туристическую локацию начали еще в 18 веке. В 1762 году, во время большой экспедиции, совершенно неизвестных мне людей, Петра Рычкова, а в 1768 году под руководством Ивана Лепехина и Петра Палоса. Тогда и появились первые упоминания об этом Голубом озере. Со дна озера бьет мощнейший сероводородный источник. Поэтому в озере нет жизни, в чем и объясняется его удивительная прозрачность. Красота озера завораживает. Хочется внырять в него снова и снова. Есть, конечно, небольшие ограничения. Они больше профизиологические или технические. Уже через час активной нырялки руки и ноги вышли из чата и перестали чувствоваться. А так мы, конечно, в просящем восторге от этого места и от тех красот, которые мы можем наблюдать на глубине. Температура воды в озере круглый год стабильная и составляет 7 градусов. Оно не замерзает даже зимой. А местные жители уверены, что купаясь в озере, можно излечиться от болезней. Видимо, преимущественно от всех. Но это точно не точно. По факту, в лечебных целях вода из Голубого озера не используется. Концентрация серого водорода в нем невысокая. А большая глубина не дает образовываться лечебной грязи. Так что остается только наблюдать за красотой, ну и, конечно, нюхать. С концентрацией запаха здесь все в порядке. Долгое время Голубое озеро считалось священным местом. Здесь проводили национальные праздники. Возможно, проводились всяческие ритуалы и обряды. Но мы-то с вами знаем, как пишется настоящая история. Как только вблизи этого места построят чего-нибудь этакое, что будет привлекать желание туристов поделиться своими кровными, появится настоящая захватывающая дух легенды и история. А пока есть не захватывающие, но вполне забавные легенды. Говорят, что в старину в озеро провалилась лошадь с телегой. И, конечно же, их не нашли. Говорили и о просмоленных досках с загадочными письменами, которые всплывают иногда на поверхность. Ходили слухи, что это были не что иное, как останки корабля Степана Разина. Но болтать, как говорится, не ушки ворочать. Были слухи о том, как монгольский хан заставлял своих пленников мерить глубину связанными вожжами. И длины вожжей не хватало. Многие местные жители до сих пор уверены, что оно бездонно. Но мы-то дно нашли. Глубина этого озера на момент нашей нырялки находится в пределах 20 метров. Дай в компьютер и глаза фридайвера не обмануть. Продолжение следует... Начнем с того, что в атмосфере торжественности на этом замечательном Голубом озере поздравим Алексея с прохождением Голубинного курса и успешной сертификацией. Поздравляем! Ныряй на здоровье! Держи конвертик. Поздравляем! Неотъемлемая часть любой нырялки – это плотная трапеза. Тем более наши казанские и самарские коллеги щедро накрыли стол татарскими ядствами. Кушаем и в путь. Следующая остановка – Голубое озеро Казани. Субтитры подогнал «Симон»!